у нас защита или наоборот мы штрафной знак получили направлении идем у нас обновились сведения о том что мы можем поделиться такой важной информацией например с филиппа или с кем-то делится такими новостями с старостой сисилим бурдоном от старости века на герлит узнал что ближайшем лесу есть место где когда-то жил чародей вооружившись карты сисилия мак отправился на поиски в лесу есть место где когда-то жил а вот мы сейчас только что-то мы были чародей там жил тоже все выполненная все рады что геройт освободил город от этих из того че гарпень кто больше не будет украсть тем ближайшие пару лет пару лет может даже слишком много виде с какой скорости люди плодят свои нечистые помыслы и деяния в результате своих мыслей задумок наверное быстрее намного гарпи могут прилететь откуда-то берутся эти мистические создания сказочные сказочные твари по-другому ой а я ведь не туда я ведь опять хотела проверить то место где нужен ключ ту шахту почему я вернулась обратно придется перематывать не знаю где ключу торака что ли искать он показался таким прелестным не многословным краснолюдом краснолюдчиком кузнецом завистливой сволочь такая зависть до добра не доведет поэтому нужно себя воспитывать если не можете избавиться от какого-нибудь такого чувства через себя пожелаете добра этому человеку это намного лучше чем завидовать чем желать кому-то наоборот на букву г чего-нибудь такого нехорошего лучше конечно это делать от души в смысле желать хорошего не наоборот и души желать бе вообще без понятия не там искать найти замок которым подходит этот ключ а кстати убери ты меч заблудилась я в твоих мячах запуталась пугал тут всех разом сюда сюда может войти только филиппа эйхард чего слушаете тюрьки и слушаете то как ним и защищает этот город расступись ведьмак идет сисилиум и ничего не должны сказать рассказать сейчас дождите не сюда еще до туда вот сюда филиппа эйхард запретила геральт мы с тобой опять не туда повернули на шутники вот здесь вот носить и живет кузнецы у нас вот это вот по-моему было дверь то мы уже ходили она была открыта нашим свободном доступе где обыскивать что на 1 а вот сундучок то в его комнате был основы уровень выше давайте сначала прочитаем что же вышел в итоге сундучки тора как геральт нашел записку подтверждающее получение некого из украшенного изделия кто-нибудь возможно не бросил бы внимание на эту записку но наш герой прочитал своей жизни столько разных записок столько разных записей то мог что мог бы стать ведьмаковым библиотекарем он без труда догадался что текст писан жрецом альшаном и речь идет о копии кубка подаренного саски именно эту копию использовали как орудие преступления геральт нашел виновного и мы уже казнили знаю что мы скажем по этому поводу что-то но у нас есть доказательства можно не переживать хорошо сможет быть и здесь в записи есть записка альшана заказанный товар получил и согласно договору присылаю первую часть условленной платы однако знай что украшение это выполнил небрежно и вся вещица выглядит топорно если товар послужит моим целям вторую часть вознаграждения получишь после окончания совета альшана хорошо что мы выбрали второй вариант уж больно подозрительные его речи были давай ты сберешь все вот тебе мешочек золота кого-то геральта можно мешочком золота откупить если он был заказчик ему нужны были когти когти гарпии или мозг утопцев это другой разговор но когда дело касается таких подозрительных вещей как связаны с духами которые охотились на этого балтимора и этот странный тора который нас выслеживал и ему нужно только записка порой пару слов может изменить ход история как говорил сергей бодров сила в правде я тоже так считаю поэтому мы правильный выбор сделали а сейчас нам нужно качать геральта провели проверочку звука и теперь куда делся звук в игре самаш так у нас есть два таланта что мы будем тебе прокачивать длительность действия масел то есть процент она мне нужно думаю что это за шанс получить мутаген как в обычный алхимический продукт 2 процента имеется ввиду использовать мутагена в качестве того чтобы делать эликсиры эффекты всех мутагенов плюс 15 процентов но и где я могу использовать его мутаген дает дополнительно выпить еще один эликсир у нас появилась возможность обратил внимание зависит от того какой комплектации мы используем три эликсира у нас когда остается место для того чтобы заполнить токсичность полости что геральт у нас был таким как его называют там из мэтмена ядовитый плющ женщина ядовитый плющ создала мутанта в своей химической лаборатории вообще ходячий ходящие не знаю интоксикатор или как его можно назвать получающий злований и вместо крови у него яд того монстра звали я не помню чтобы геральт был переполнен вот всевозможными токсинами нам дает возможность четвертый эликсир выпивать если мы прокачаем ему способность дегустатор давайте дальше посмотрим стоит ли вообще прокачивать эту ветвь урон при интоксикации плюс 5 процентов при генерации энергии при интоксикации плюс 15 процентов шанс убийства с первого удара при интоксикации открывает состояние берсерка у него можно перейти заполнится шкала адреналина вызывает всплеск адреналина при интоксикации мутант настоящий мутант у нас может впасть в состояние берсерка в ярость он не победим помните в драгонетж сейчас кстати это умение домовляет у гномов было такое умение но это специализация именно гномов но можно было себе это это умение прокачивать дополнительно главному герою помните да берсерк там открывались какие-то умения хочу со знаками тут посмотреть что у нас интересно открывать второй уровень знака аксии очарованный противник получает здоровье плюс 20 процентов то есть мы очаровываем противника у нас еще и здоровье свое лучшее улучшает для того чтобы дольше сражаться на нашей стороне а потом нам еще его и убивать если не успеет сделать свое дело а вообще это умение практически не использую если она вдруг нам резко понадобится она будет его прокачивать ну либо когда вы созданы свободные таланты если вообще такое возможно потому что я помню на среднем уровне я недопрокачала в первом ведьмаке все умения может здесь получится по-другому квн отражает урон обращая его на несколько целей число поражаемых целей две квн это желтый знак классное умение а двух целей защищает нас квн теперь с какой-то пометкой более прочный у нас теперь щит в виде квн то на что сила знаков плюс один открывай второй уровень знака и гни этого огонь знак может поджигать врагов помните я вам говорила и жаловалась на их так вот я теперь не буду больше шел потому что его прокачиваем на более дальней расстоянии может поджигать врагов радиус действия три метра теперь герой промахиваться не будет теперь пойдемте жаловаться на торг что вот нашли убийцу у нас есть доказательств освобождайте нашего принца так что ли мы поступим пойдем я обедничать кому я обедничать силе бордона кто-то главный где нам раздобыть этот меч нужно дождаться а вот кошмар балтима пойдемте а ну да сисели бордоном дождаться наверное события чтобы у нас развивались как сами собой кстати тут недалеко сисели живет с к нему и заглянем поделимся ценной информацией он переместился из той комнаты сюда так как подготовка смотрите-ка у меня есть что что может тебя заинтересовать и клянусь всеми херами великих богов это ж записки мастера балтимора откуда ты их выудил я нашел его тайник недалеко от логова троллей кроме того ваш новый мастер рун торг приказал долго жить он покинул этот мир вместе с двумя учениками что ты несешь как это случилось торг убил балтимора записки которые я тебе отдал это подтверждают спасибо ведьмак вот тебе награда за труд здесь немного мне еще понадобится средства на то чтобы назначить нового мастера рун и снабдить его всем необходимым нас поблагодарили начало был возмущен понятно его людей вбивают потом он понял что он предатель предателя нужно из своего круга убирать за это мой маленький мешочек золота мы понимаем сейчас не легко не хватает денег не собирать деньги никто в разгаре все кипит бурлит пришествие битвы за свободу очередной раз в истории не знаю вселенной ведьмака вот ну и хорошо теперь печалька гирнется заняться нечем заняться сейчас откроем наши квесты найдем чтобы нам здесь пройти аусен и суши почему что это провалено провалено в внимательно читатель должно быть помню что гиррид искал травителя саски дракона убийцы один из следов привел видимо как простую людину которая частенько была в полях саски которую могли бы подкупить убийцы теперь за каждым его шагом следили скотели они только того и ждали чтобы предать предатель выдал себя первый получал донесение каждого юрид получил донесение каждого его шаги на черпе и саски полагал что жрец решен мог иметь какое-то отношение к отравителю саски сам жрец был убит в результате происшествия на проклятом поле битвы но вещи оставшиеся в его доме все еще могли помочь следствие Сисель Бурдон знал в Вергоне каждого и потом именно к нему ведьмак пошел узнавать где обитал служитель богов наш детектив с волчьим медальоном наконец узнал кто жил преподобный альшана оставался только выпускать комнату жрица в покоях альшаны геральт нашел чертежи для сосуда в точности такого же как тот из которого на совете была убийца дракона бумаги однозначно указывали на участие альшаны в отравлении но не давали окончательных ответов расследование было еще не закончено геральт решил искать новые улики он пошел поговорить с жителем поскольку в деле об отравлении саски время эмирала против наших героев ведьмак не успел разобраться все хитро плетение к истории связанных с кубком но у нас провалено на улики то у нас на руках что мы не можем их сейчас обнародовать показать всему вверху вот смотрите нашли улики пускайте принца таксаски известны также единственное дело видимо собрался ингредиенты для противоди он отправился с ними к филиппе эльхард значит мы сейчас отправляемся а как же символ ненависти ну не знаю сейчас опять нам скажу что мы не вовремя провалено что-то я сохраняюсь что посмотрим нам доспехи и да еще и меч нужно найти ну мы с тобой идем куда-нибудь нет открывай открывай ингредиенты для противоявия нашли 4 из 4 теперь идем к филиппе филиппа мы к тебе пришли ты хотел поговорить а по поводу саски я тут краем глаза читала про ее биографию и там написано было что она и есть золотой дракон либо дочь золотого дракона и кстати да я когда смотрела сериал вспомнила там герой познакомился с одним молодым парнем которые помог ему чтобы его не ограбили с ним было две очаровательных девушки в леопардовых костюмах с коими они далее по этой серии и развлекались но потом на все закончилось тем что не хотел убивать дракона вместе с солдатами последовало к тому месту где хотели его убить и вместе с ними была енифер она для того чтобы добыть из него ингредиенты почему она хотела убить дракона чтобы эти ингредиенты я помогли сделать эликсир видимо того что чтобы забеременеть она не могла забеременеть на результате она отказалась от этой затеи ну так вот этот молодой человек чтобы в начале серии она была тем салатом драконом как я поняла там напрямую это не говорили но я так поняла там много навеков было и записи тоже связаны с саски так вот я подумала если она есть дракон либо она дочь дракона то есть это мистическое создание которое может перевоплощаться в человека каким-то образом может она не убивала никакого дракона она просто есть от дракона драконы мудрые древние души и к ним нельзя относиться как животным это даже не просто мистическое или магическое создание какое-то если говорить о том что мне написали в сравнении то я защищаю драконов то убиваю инкубов суккубов инкубы суккубы паразитические создания которые питаются энергией вот осознавшие себя и при этом пользуются другими для того чтобы сделать себе лучше и наплевать будет болеть человек или страдать то есть это в их замысл не входит по поводу дракона это не паразитическое существо это древняя душа очень мудрая осознавшие себя не как животные развивающиеся вплоть до того что ну конечно нельзя сравнивать его с человеком это совершенно другое создание но но может выйти в своем развитии за рамки того что не сможет просто пастись как другие животные на пастбище и будет не хватать этого пространства ее или его развитие может энергетическом уровне в духовном плане превосходить то к чему привыкли понимать как существу дракон древние души которые также развиваются могут передавать свои знания при этом они очень тонко чувствуют энергетику и зла и добра в том числе и могут даже как эмпаты перенимать какие-то эмоции вот и даже добавлять кому-то какие-то свойства каким-то душам вот и ни в коем случае если говорить о том что есть какие-то долгие или злые драконы это можно сравнить также как с любое существом с любым существом который развивается свободно делает свой свободный выбор это не ограничено только это не распространяется только на человека как мы как я часто рассуждаю что у человека свобода выбора в какую сторону развиваться так вот это создание хоть она и выглядит так как вы привыкли сравнивать их с динозаврами или рептилиями но эти создания отнюдь совершенно не относятся к животному миру то как они выглядят уже в изначальном варианте как мы видим в сказках с хвостом и с крыльями вполне возможно они трансформировались после долгого развития возможно не хвоста и ни крыльев у них не было в результате чего в результате своего долгого развития после того как они сознавали познавали что они есть такое что они не только плоть если возвысить ваше понимание выше чем воспринимать их просто как животных как большинство это воспринимая да они осознавали себя как это разумная энергия также видели сны и могли если мы с вами разговариваем об осознанных снах о чувствовании энергии они себя в этом плане тоже также развивали к не осознавали в другом теле в других условиях и также могли наблюдать возможно в сравнении других существ как это могло происходить мы не знаем есть версия такая что так как вот мы живем с вами в системе это как программа некая с некий солнцем да много всяких под программ которые влияют на нашу жизнь дракона как мудрые создания проснувшиеся могли обладали очень сильной силой воли как вам объяснить они очень сильны духом и максимально не подвержены чужому влиянию извне кем бы то ни было если их не взгляды формировались только исключительно из их не энергетической составляющей как души если так воспринимаю именно это могло вызвать агрессию со стороны тех кто не хотел чтобы например люди знали о себе подлинная откуда они есть кто есть чтобы ими было проще управлять тот кто интересовался мирозданием развитием своим духовным что они есть такое они могли также иметь тесную связи с духами природы со всем энергетическим что обитает в бесконечных вселенных бесконечности и в том числе и как души драконов могли чувствовать таких сильных душ так и человеческие если в этом случае мы обсуждаем людей на если они действительно жили в одном мире когда-то в каком-то далеком далеком прошлом которым нам вскоре думаю что людям будут рассказывать все же рано или поздно все будет открыто люди начнут еще большей степени просыпаться интересоваться кто они есть они тупо по списку делать то что хочет от них эта система я это говорю в гармоничном смысле не в коем случае во враждебности том что всех нужно покарать кто их обидел разумная душа которая стремится к свету любви она совершенно не так сознает все вокруг себя происходящее и естественно она настолько с высоко без гордыни на это все смотри что они нет мне желание никого казнить и причинять этим душам которые причинили вред зла потому что вселенная она справедлива и если этой душе нужен будет урок какая-то душа его получит и вам или кому-то другом не нужно будет вредить себе и портить себе карму вот так вот выразим сюда чтобы брать на себя грех и кого-то убивать или кому-то желать зла вот так я скажу вот эти драконы могли помешать как мы далеко ушли до этой системе как вариант и вследствие чего их объявили неким взлом как и все что связано со знаниями о внутреннем развитии что есть магия тоже все зло вот тоже как и многих других созданий которые мы считаем сказочными мы с вами очень много сказках разговариваем то что очень много правды в этих сказках очень много людей сейчас ищут в старых каких-то записях когда люди меньше были склонны к войне даже больше верится в эти сказки чем то что нам сейчас преподносит хотя там могли образами это все переносить нужно просто уметь чувствовать все что вы видите нужно чувствовать и правильно говорят книги они искажают искажают суть это можно искать подсказки но они не мешают и знания мешают воспринимать мир неограниченно либо загонять какие-то рамки с можно подсказки там искать для себя на ни в коем случае не принимать в свою жизнь чужой опыт это все чужой опыт а чтобы жить свой опыт нужно чувствовать все чтобы как вас происходят